В мире есть страна с самым высоким показателем потребления чая на душу населения. Из-за чая жители этой страны некогда отправлялись в самые опасные путешествия и затевали самые свирепые войны. Обладая передовыми технологиями купажирования чая, они создали распространившуюся по всему миру культуру после обеденного чая. Однако в этой стране совсем не выращивали чай. В этой серии мы расскажем вам о чайной истории Англии. Истории, полной противоречий и тесно связанной с нашим духовным миром. Субтитры создавал DimaTorzok Самое высокое потребление чая на душу населения в мире не в Китае и не в Индии, а в Англии. Однако чая в Англии не было изначально. Ради чая англичане не жалели денег, платили высокую цену и даже цену войны. Откуда же возникло такое помешательство на чая? Субтитры создавал DimaTorzok Фуджоуский парень по имени Янг Фань – фанат парусного спорта. С ним связаны и его профессии. Он изготавливает модели древних парусников для музеев и частных коллекционеров. Янг Фань увлекается парусными судами 19 века, в особенности теми, что называли «королями моря» – клиперами. В 19 веке черный чай и чай «Улун» из провинции Фуджань распространились по всему миру. Однако, по большей части, чайные листья отправлялись в Англию. Главным транспортным средством, на котором перевозили чай, были клиперы. Клиперы традиционно строили из дерева, и эти суда были последним словом к судостроению. Эти лодки отличались крайне смелым дизайном. Узкий корпус судна, четырех- или пятиярусная мачта, в два раза увеличенная площадь. Все это позволяло клиперу по максимуму использовать силу ветра на море, ведь дизайн служил лишь одной целью – ускорению. Клиперы перевозили чай, поэтому скорость была решающим фактором. Обычным кораблям, чтобы добраться из Китая до Европы, требовался год. А самому быстрому на тот момент клиперу требовалось всего 56 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Морской путь, по которому перевозили чай, мог стоить людям жизни. Но первый клипер, который достигал берегов Лондона, получал огромнейшую прибыль. В 19 веке, когда появились клиперы, одну десятую часть своего годового дохода британские семьи тратили на покупку чая. Объемы потребления чая повысились в 200 раз. Началась стремительная утечка серебра, и англичане обеспокоились. На что же они будут в будущем покупать чай из Китая? В те времена Китаю не нужна была промышленная продукция Англии. Поэтому английские купцы начали возить из Индии опиум. И это неизбежно привело в 1840 году к катастрофической войне. Опиумная война, по сути, это также была чайная война. Именно после опиумных войн для внешней торговли был открыт порт Фуджоу. Он же стал самой важной в мире чайной гаванью. Каждые выходные Янг Фань встречается с друзьями, и вместе они отправляются на поиски следов древнего порта Фуджоу. Люди по-прежнему хранят воспоминания о процветавшей более века назад, чайной гаванья. Д How to-прежнему хранят nuestros союзма. Китайский хранят. Китайский хранят посередине Купco на Движем. И bookedいます 500 кинезавтром, А также затяж Peckęp والца처럼 разоэффективная kosho Jaipт. У нас очень дет entrada и дорога. Когда日本 в том, напитом сирот Thomas Rh2017, 땅 surrounding Square Park拿 enough ш harness. Порт Фуджоу стал процветать благодаря чаю. Здесь собиралось большое число клиперов, и вплоть до конца 19 века их очертания продолжали тут существовать. Однако повесть об удивительных королях моря клиперов окончилась вслед за появлением парового двигателя. 26 апреля 2012 года в лондонский порт Гринвич после реставрации в Сухой Дог был помещен и открыт для посещения последний в мире клипер Кати Сарк. Клиперы стали свидетелем развития чайной торговли в 19 веке. Между тем, как англичане узнали о чае и как на нем помешалась вся страна, прошло меньше двухсот лет. С чаем англичан познакомила португальская принцесса в 1662 году. Рассказчиком выступает старший советник английского чайного общества. Кирсти, ее новая ученица и первый урок. История о традициях чаепития королевы Екатерины Браганской. Королева чаепитий заставила себя уважать великосветское общество Англии. Обведенная ею мода оставалась в обиходе на протяжении более четырех столетий. Но даже это не тронуло сердце ее мужа. У Карла Второго было огромное число любовниц и по меньшей мере 14 внебрачных детей. Сама же Екатерина осталась бездетной. В 54 года она была сослана обратно в Португалию. Вероятно, Екатерина и не подозревала, что чай, который скрашивал ее долгие годы одиночества, станет единственным, чем запомнится она англичанам. Кирсти впервые слышит о королеве, которая ввела традицию чаепития. Но это лишь часть ее урока, посвященного чайной культуре. Узнав больше о чае, она надеется, как можно скорее найти себе работу. Чтобы лучше разбираться в чае, сегодня дамы пришли в китайскую чайную лавку в Лондоне. Здесь Джейн расскажет Кирсте о зеленом чае. Субтитры создавал DimaTorzok Не допив чая, Кирсти вдруг встала из-за стола. Кирсти впервые пьет зеленый чай, и ей трудно привыкнуть к его вкусу. Зеленый чай в Европу завезли голландцы еще в начале 17 века. Тогда люди из-за его вкуса считали, что это лекарственная трава, но никак не напиток. Первоначально чайные листья в Европе появились в аптеках. Поскольку стоили они дорого, их продавали в небольших мешочках. Европейцы применяли зеленый чай в качестве восточного лекарства от всех болезней. А английский поэт Байрон сочинял о нем стихи. Самые известные его строки о зеленом чае звучат так. Но я почти в патетику впадаю, растроганные китайской нимфой слез, лирической кассандрой, музой чая. Чай, который в 17 веке больше всего полюбили европейцы, до сегодняшнего дня производят в Китае. Первый зеленый чай сорта Сунгло, который начали экспортировать в Европу, производился в Китае в уезде Сюнин, провинция Аньхой. Семья потомственного чаевода Юич Хонгзе, специализирующегося на производстве чая сорта Сунгло, из поколения в поколение выращивает этот чай. Он и сегодня применяет технику производства чая, оставленную ему его предками. Техника изготовления чая Сунгло полностью сформировалась в начальные годы правления династии Мин. 300 лет назад Китай начал торговать чаем с Европой. И в то время именно чай Сунгло был на пике популярности. Торговые архивы Ост-Индской компании за 1702 год свидетельствуют о том, что две трети от общего чайного груза на судне приходилось на сорт Сунгло. Чай Сунгло, на котором помешалась Европа, отправлялся в дальний морской путь именно со старого причала Тхунь-Си. Золотая эпоха Сунгло длилась вплоть до 18-го столетия, когда его вытеснили другие именитые и свежие сорта чая. Особый вкус этого Сунгло европейцы помнят и по сей день. Органический зеленый чай, который сегодня производят в уезде Сюйнин, провинции Аньхой, по-прежнему, по большей части, идет на экспорт. Как и несколько веков назад, конечный пункт перевозки этого чая – Европа. В начале 18-го века англичане фактически не пили чай. Полюбили они его только к концу 18-го столетия, то есть практически через 100 лет появления чая в Европе. То есть это просто часть нашей культуры в этом стране. Я думаю, что конечный пункт для меня, и я думаю, что для большинства Британии, есть, что там всегда есть идея о доме и комфорт, и безопасность, и безопасность. Первая церемония послеобеденного чая появилась 200 лет назад. Английская аристократия полноценно питалась два раза в день – утром и вечером. Однако в длительный промежуток между двумя приемами пищи возникало чувство голода. И тогда герцогиня Бетфордская нашла этой проблеме решение. Несколько кусочков хлеба с маслом и джемом, и чайник хорошо заваренного китайского чая. Однако на такой перекус приглашали друзей, и очень скоро эта новая мода из аристократических кругов распространилась и среди простого народа. Английский послеобеденный чай начинается в 4 часа. Хозяйка выбирает лучшую в доме комнату, заваривает самый дорогой чай и расставляет тщательно отобранную чайную посуду. Сама принимает гостей. Сначала хозяйка наливает в чашку чай, затем добавляет молоко. К выбору закусок подходят очень внимательно. Их раскладывают на трехъярусный поднос, а кушают, забирая снизу вверх. Вкус закусок должен меняться от соленого к сладкому, от легкого к насыщенному. С 18 века в английском послеобеденном ритуале зеленый чай уступил место черному. Черный чай по вкусу похож на вино, да и сочетается он с большим количеством продуктов, например, молоком, сахаром и даже разными пряностями. Такие сочетания более соответствуют вкусу европейцев. Примерно в 50-х годах 18 века Англия пережила промышленную революцию. Использование кипятка для дезинфекции улучшило здоровье рабочих. На улицах стало меньше пьяниц. Именно в эпоху промышленной революции чай вошел в жизнь простых англичан. Тогда же полуденное время благодаря чаю приобрело глубокий скрытый смысл. В 4 часа после полудня звенит звонок. Время для перерыва на чай. Каждый англичанин в среднем выпивает три чашки чая в день. Интересно, что в ежегодном рейтинге мест приема после обеденного чая в английском стиле часто среди популярных не оказываются роскошные пятизвездочные отели. Нередко этот рейтинг возглавляет чайная Беттис в Харрогейте, что находится на севере Англии в графстве Йоркшир. Чайная открылась 120 лет назад и значительно обогатила историю городка. Этот чайный столик некогда принадлежал семье Дэвида. Однако сама эта семья уже давно не приходит выпить чая. Дэвид на протяжении более 40 лет пил чай в Беттис. Но шесть лет назад его супруга Сильвия умерла и Дэвид перестал сюда приходить, потому что не может сидеть за чайным столиком без Сильвии. Беттис в Харрогейте. Беттис в Харрогейте. When I went in originally I was 22 years of age, now I am 72. Беттис, it summarises a turning point in my life because when I was in my teens and early 20s it was all about motorcycles. I was a motorcyclist, a biker. At that time I would go to the bikers what we call Greasy Joe's biker's places. When I met Сильвия I had to make a choice. I want you to sell your bike and get a car and you either have the bike or you have me. В чайную Беттис Дэвид Дэвид начал ходить в компании со своей супругой, чтобы выпить чай после полудня. Вместе они прожили 46 лет. У них родились три дочери. Чай сопровождал их послеобеденное время их неспешный процесс старения. Чай изменил любителей пива и рок-н-ролла и заядлого байкера Дэвида. Уже шесть лет подряд каждую неделю Дэвид приходит к могиле жены, приносит ее любимые розы и разговаривает с ней. Дэвид Субтитры создавал DimaTorzok Дэвид так и жил в одиночестве, а все его друзья из чайной Бетис не переставали беспокоиться о том, как же отвлечь его от мысли о покойной супруге. Однажды они нашли гоночный мотоцикл, который собрали сами в 60-х годах. В молодости Дэвид очень любил такие. Дэвид будто вернулся в свои молодые годы. В выходные он принял приглашение на ужин. В этот раз он не стал отнекиваться, как прежде. Его товарищ чудом уцелевший герой Второй мировой войны. Он повидал и жизнь, и смерть. В душе Дэвид восхищается ими, ведь в свои 90-е его друг по-прежнему состоит в романтических отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok Шесть лет спустя Дэвид наконец вернулся к тому самому чайному столику, у которого началась его новая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Он начал встречаться с женщиной, Которой также очень нравится чаем. Он уверен, что его настоящая любовь так или иначе связана с чаем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ